Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 25 января. Как всегда, пройдемся по всем знакам, зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Рыцарь. Рыцарь шезлов. Активность, стремление. Здесь вы будете идти к своей цели, потому что это какие-то активные действия, это движение вперед, это какой-то прогресс в делах может возникнуть для кого-то. Конечно же, если вы занимаетесь чем-то, и вы что-то делаете, конечно же, здесь для вас будет означать прогресс. Но если вы сидите на одном месте и вообще ничем не занимаетесь и ждете прогресса, то тогда, конечно же, это не для вас. Заранее предупрежу, потому что мне кто-то там писал, что это все фигня, как говорится, никакого прогресса нет. Но это в зависимости, чем вы занимаетесь, конечно же. Но здесь в любом случае это какие-то действия, это целеустремленность, потому что здесь что-то будет вас мотивировать. Здесь вы будете решительными, здесь будет появляться какая-то цель или желание, стремление, фокус, когда вы хватаетесь, когда вы делаете это бесстрашие. Это может быть поездки, движения, решаете какие-то вопросы очень активно и шустро. Это может быть что-то, связанное с транспортом, приобретение транспорта. Может быть, спортивный автомобиль берете себе. Либо, может быть, кто-то к вам приезжает. Или это какие-то известия, новости, которые вас могут подтолкнуть каким-то действием. На что-то вы решитесь здесь. Рыцарь, рыцарь чаш. Какой-то приятный сюрприз, встреча, сообщение, известие, звонок может быть, это может быть поездка какая-то. Здесь чувствуют себя наполненными. Здесь это эмоциональная может быть реакция, когда вы будете общаться с кем-то, говорить о чем-то, изливать свою душу. Также, может быть, сострадать, понимать и поддерживать кого-то в какой-то ситуации. Может быть, какая-то поездка, которая вас вдохновит. Атмосфера, которая вам будет нравиться. Человек, который будет рядом с вами, с кем вы будете общаться в этот день или проводить время, будет очень комфортно, близок. Здесь вы будете чувствовать эту теплоту. Для кого-то это может быть партнер, для кого-то это может быть подруга, друг, кто-то, кто вас поддерживает, кто-то, кто будет рядом с вами, что-то делать вместе с кем-то. Это также, может быть, ваши какие-то творческие планы, прогресс ваших каких-то творческих проектов. Здесь что-то сдвигается с места, может быть, связанное с творчеством. Близнецей. Тройка. Тройка мечей. Здесь, может быть, какие-то известия, новости, которые вам не понравятся или расстроят вас, потому что это слезы, это переживания. Это, может быть, также и разногласия с кем-то. Когда здесь вы, может быть, будете обижаться, расстраиваться, либо, может быть, здесь кто-то резко отвечает. Также это, может быть, что-то связанное с вашим здоровьем, самочувствием. Может быть, пойдете на обследование к врачу. Может быть, это какие-то капельницы, анализы, уколы. Здесь общение, может быть, с врачом. Ну, что-то связанное с вашим здоровьем. Также здесь стрессовая какая-то, может быть, ситуация, когда постоянно человек думает, душевно болеет, переживает за что-то. Кто-то, может быть, переживает за свое здоровье. Кто-то, может быть, переживает, что поругался с кем-то, допустим, или получил какой-то ответ, знаете, негативный. Вот. Или это, может быть, просто кто-то резко ответит, нагрубит. Ну, это, конечно же, может задеть вас. Рак. Карта Мак, Старший Аркан. Здесь начинать, шагать смело, быть смелыми, храбрыми, не бояться. Здесь есть все возможности, все ресурсы для того, чтобы хвататься, начинать, возглавлять и действовать. Здесь нужно пользоваться вашими знаниями, вашим опытом, потому что здесь вы какой-то мастер, специалист, вы что-то очень-очень хорошо умеете делать. И, кстати, здесь вы можете передавать эти знания кому-то, обучать кого-то, стать наставником для кого-то, может быть, даже придется. А если вы в поиске учителя, то, конечно же, вы его найдете, но здесь вы будете, может быть, даже пытаться идти по шагам, по стопам своего учителя, мудреца какого-то. Вот здесь это, знаете, шагать и делать и начинать, становиться этим магом, творцом, потому что здесь вам ничего не будет мешать, препятствовать. Здесь вы спокойно, просто смело начинайте и реализовываете свои какие-то цели. Лев. Пятерка жезлов. Здесь может быть конфликт, спора, ругань, скандал с кем-то. Это какая-то напряженная ситуация. Здесь, может быть, друг друга не будете поднимать при общении с кем-то. Разногласия. Каждый доказывает свое. Каждый, может быть, защищается, отбивается. Здесь вот каждый представляет свои интересы, и каждый захочет выйти победителем из какой-то ситуации, из какой-то споры. Когда вы, может быть, физически боретесь за что-то, отстаиваете то, что принадлежит, может быть, вам. И здесь вы кому-то пытаетесь это доказать. Ну, а человек, может быть, доказывает вам обратное здесь. Вот. Если вы полагаетесь на чью-либо поддержку, или вы хотите, чтобы вас кто-то понял в какой-то вашей личной ситуации, вряд ли здесь это возникнет, потому что здесь надеяться нужно на себя, полагаться нужно будет на себя, потому что ваше окружение может вас просто не понять и не поддержать вас. Может быть, они будут считать, что вы неправы, может быть, у них еще есть какие-то, там, не знаю, варианты, из-за чего они вас не будут поддерживать. Но смысл в том, что надейтесь на себя. Также в позитивном смысле это, может быть, какие-то соревнования, может быть, вы спортивные соревнования будете принимать участие, может быть, это олимпиады какие-то, или у вас есть дети, и ваш ребенок идет на спорт и участвует в каких-то спортивных играх, и вы будете идти как зрители, поддерживать своего ребенка, наблюдать за игрой какой-то. Вот. Или, может быть, здесь это конкуренты, когда нужно будет преодолеть, побороться, доказать, показать себя. Девы. Двойка. Двойка Пентакли. Здесь может быть нестабильная финансовая ситуация, когда нужно будет найти баланс в ваших финансах. Также это может быть ограничение или нерешительность какая-то, может быть, с принятием решения какого-то. Это приобретение чего-то второго, потому что это у нас дуальность, когда есть что-то одно, но хочется второе. Для кого-то это может быть, знаете, как второй бизнес, вторая работа, второй источник дохода может появиться. Для кого-то может быть здесь, знаете, когда человек не знает, приобрести ему это или нет, нужно ему ли это сейчас или нет. Или, может быть, он здесь разрывается на две части, потому что, может быть, и там нужно успеть, и сюда нужно прийти, нужно найти какой-то тогда баланс. Но в любом случае здесь нужно предпринимать какие-то решения, делать какой-то выбор и балансировать что-то. В плане финансов здесь это не карта риска, поэтому рисковать здесь не стоит. Хотите, если брать дополнительную какую-то финансовую ответственность, кредит, суду или в долг, или еще какие-то финансовые аферы делать, лучше не рисковать. Здесь нужно действовать продуманно, здесь нужен четкий какой-то план проработанный, ваши доходы, ваши расходы, все должно быть прописано. И тогда уже смело можно принимать решение, вот взвесив какую-то информацию, которая будет уже расписана перед вами. Здесь у нас шестерка. Шестерка мечей – это сдвиг, это прогресс, это движение, это поездка куда-то, это может быть с кем-то вместе куда-то ехать, это будете чувствовать какую-то поддержку от кого-то. Здесь, когда была непонятная ситуация, может быть, знаете, эмоциональные качели были, постоянные были какие-то нюансы в вашей жизни. Наконец-то здесь уже начинается стабильность, наконец-то вы движетесь в правильном направлении, наконец-то вас здесь кто-то понимает и поддерживает. Для кого-то это какие-то предложения, связанные с карьерой, с работой, для кого-то, может быть, это наконец-то принятие решений менять свое направление немножечко. Переезд, поездки могут быть, куда-то нужно будет вместе с кем-то отправиться и поехать в этот день. Или, может быть, вы переезжаете из-за лучшей жизни, или здесь вам предлагают какие-то хорошие возможности, и для этого нужно будет сменить место жительства, или город, или работу. Потому что это уже, знаете, развитие такое уже в быстром темпе, в правильном направлении, к лучшей жизни, к возможностям, к стабильностям, все здесь спокойно, и все вроде бы идет мирно, спокойно, своим чередом. Вот так вот еще. Для кого-то, может быть, это какие-то известия, документы, как-никак это мечи, это общение, это переговоры, это договоренность с кем-то, и, наконец-то, уже какая-то ситуация разрешается. Скорпион. Карта смерть. Старший аркан. Ваша карта. И здесь, может быть, завершение чего-то. В чем-то ставится точка, что-то завершается, что-то старое уже умирает, отмирает, исчезает из вашей жизни. Потому что так, как было раньше, уже не будет. Потому что здесь произойдет какое-то обновление. Когда вы меняетесь, когда ваша жизнь меняется, когда, наконец-то, происходит трансформация, когда внутренняя трансформация даже может возникнуть. Кто-то, может быть, будет даже менять внешность, стиль, избавляться от старых ненужных вещей, перебирать что-то, очищать пространство, очищаться сами будете. Может быть, будете делать какой-то ритуал, либо, может быть, затеете генеральную уборку, перебирать вещи и выкидывать их будете. Избавляться от ненужных, токсичных отношений, которые уже давно напрягало. И здесь, наконец-то, вы режете это. Может быть, кто-то зависел от вас финансово, и здесь вы кому-то постоянно помогали, и кто-то висел на вашей шее, и здесь вы были в роли жертвы. И, наконец-то, вы прекращаете делать это, потому что вы полюбите себя. Вы начнете ценить свою жизнь, начнете ценить себя, и здесь, может быть, прекратите быть этой жертвой. Вот. Что-то уже здесь закончится. Также, может быть, как вариант, это какие-то известия о чьей-то смерти. Но, пожалуйста, не пугайтесь. Это не значит, что кто-то из близких. Это может быть просто понаслышке. Сосед, знакомый, сотрудник и так далее. Вот какие-то такие могут быть моменты здесь. Или в телевидении, может быть, любимый актер там, я не знаю, скончался, да, к примеру. Что еще здесь может быть? Кто-то, может быть, посетит кладбище. Может быть, грабились моему человеку, на кладбище поедете, приберете на могилке. Здесь. Вот так еще, может быть, стрелец. Десятка. Десятка пентаклей. Здесь уже завершение чего-то, кульминация, получение денег здесь. Какие-то ценные приобретения могут быть. Здесь, может быть, что-то касается вашей семьи, знакомства с кем-то, да. Ну, может быть, с какими-то влиятельными людьми, которые, может быть, помогут вам финансово, или, может быть, это какие-то приобретения, это недвижимость, это, может быть, семейный праздник, семейное Трождество, ваши цели реализовываются, финансовая помощь приходит, успешные какие-то инвестиции, вложения здесь. Также, если это не касается финансов, то для вас это, может быть, какие-то ценные моменты вашей жизни, да. Для кого-то, может быть, семья, это как бракосочетание, рождение ребенка, пополнение в семье, семейная обстановка или для кого-то, может быть, приобретение недвижимости, или поездки какие-то, переезды, да. Ну, у каждого разные моменты и ситуации. А для кого-то это может быть именно финансовые цели, какие-то реализации каких-то крупных проектов, например, которые еще к тому же дадут вам финансы, денежки. Потому что финансы переходят на другой уровень уже здесь. Что-то улучшается, происходит стабильность, твердость, и вы чувствуете прочную почву под ногами. Здесь также, знаете, это как исполнение желания. Козерог. Полисо фортуны, поворот событий, прогресс, сдвиг может произойти в каких-то ваших делах. Здесь может быть улучшение, расширение, приятный сюрприз, получение чего-то неожиданного, подарка. Также, если у вас свой бизнес, свое дело, он будет расширяться, увеличиваться, ваши доходы будут расширяться. Здесь, может быть, также клиенты, будут появляться много иностранных клиентов. Что-то может касаться иммиграции, ПМЖ, гражданства, получения, может быть, паспорта или каких-то документов, связанных за границей. Это переезд за границу, или, может быть, это вообще просто переезд. Вы меняете место жительства, но тогда это расширение жильной площади происходит. Вот здесь вот именно уже события будут меняться в лучшую сторону. Наконец-то это колесо движется, сдвинулось с места. И кого-то еще, может быть, что-то касается транспорта. Может быть, вы приобретаете транспорт или, может быть, решаете какие-то вопросы транспорта, потому что как-никак колесо, когда мы крутим. И здесь еще, может быть, если вы азартный игрок, выигрыш в лотерею, рулетку пойдете крутить в казино, играть будете в какие-то игры в казино. Но самое главное – переборщить. шестерка жезлов – это победа, это достижение, это успех. Когда вы завоевали что-то, когда вы лидер, вы триумфатор, вы победитель, преодолели сложности, препятствия, это может быть выигрыш в чем-то, для кого-то выигрыш в суде, в каком-то деле здесь, когда победа остается за вами. Здесь человек может спокойно гордиться, гордиться собой. Может быть, вы успешно сделали какой-то проект, и вам аплодируют, вами восхищаются, и ваши коллеги восхищаются, гордятся вами. И вас, может быть, руководитель хвалит, вы получаете какую-то почетную грамоту, или там это повышение, это предложение, повышение, связанное с повышением, возглавите, может быть, проект, департамент здесь, потому что здесь вы главный, вы лидер, вы покажете себя во всей красе. Также еще, может быть, говорить нужно будет на публику, общаться с какой-то крупной аудиторией, может быть, вы блогер по профессии, это что-то онлайн связанное, вебинар будете проводить, или вас воспринимает публика, вот, позитивно очень, хвалит вас. И также еще здесь может быть сдвиг резкий, какой-то резкий прогресс, и какая-то ситуация резко меняется, но это меняется в позитивном смысле. Это еще может быть поездка какая-то, может быть, вы куда-то еще едете здесь. Вот, смена статуса, это может быть и повышение, это может быть и рождение ребенка, потому что вы становитесь родителями, вы, может быть, уходите замуж и берете фамилию мужа, здесь для вас может быть смена статуса, проиграться еще и так. И рыбки. Туз, стуз чаш, приятное предложение, известие, новости, какая-то новая возможность, новые начинания, духовный рост, какие-то практики, может быть, это медитации, это может быть еще творческие какие-то проекты. Вот эти новые начинания дадут вам, знаете, наполненность, даст вам такие прекрасные эмоции, эмоции радости. это может быть для кого-то новая любовь, новый роман, встреча, рождение ребенка, хорошее известие новости, помощь, предложение, руки и сердце, может быть. потому что то, что вы будете начинать, это даст вам успех, потому что эмоции здесь через край, это может быть даже как исполнение желания, потому что что-то неожиданное будет, когда будет вас просто наполнять, искорки из глаз будет от радости. Вот. Здесь вот очень такая вот хорошая карта, подарка, предложение тоже может быть. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку, огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока.